Продолжение следует... Новости на 12-м канале. В студии Евгений Макеевский. Здравствуйте. Мы предлагаем вам обзор главных городских событий и событий в регионе. Смотрите в этом выпуске. До 70-летия Победы осталось полтора месяца. Городские власти их планируют привести в порядок одноименный парк имени Победы в порядок, но работы продолжатся и после 9 мая. Чего ожидать горожанам сегодня выясняли Иван Бурыкин и Анатолий Холин. Из-за главы Нюксинского района Вологодчину вычеркнулись программы софинансирования детских садов. Об этом Олег Кувшинников заявил сегодня на оперативном совещании с главами городов и районов. Виктор Локтев подал в отставку. Два человека оказались под колесами автомобилей сегодня в разных районах города Череповца. Инспекторы ГИБДД хотят научить череповчан безопасному поведению на дорогах. Подробности узнавали Асланлой София и Егор Плюсней. Из-за главы Нюксинского района Вологодчину вычеркнули из программы софинансирования детских садов. Об этом Олег Кувшинников заявил сегодня на оперативном совещании с главами городов и районов. Виктор Локтев подал в отставку. По словам губернатора, в сложный экономический период очень важно как можно больше привлекать средства из федерального бюджета. Они дают возможность региону выполнять взятые на себя обязательства. В том числе и по строительству социальной инфраструктуры. Олег Кувшинников напомнил, что обязательные условия получения средств из федеральной казны софинансирование программ на региональном и муниципальном уровне. Для этого в 2015 году на Вологодчине не сокращали объем дотации. На сегодняшний день из-за неуполнения Нюксинским муниципальным районом программ по строительству инфраструктуры детского дошкольного учреждения и многоквартирного дома по переселению из ветхого аварийного жилого дома сорваны программы по линии Министерства образования и Министерства строительства. Что накладывает на нас дополнительную ответственность по возврату федеральных средств. И мы вылетаем из программы софинансирования строительства детских дошкольных учреждений по линии Министерства образования Российской Федерации. Это недопустимо. По словам Олега Кувшинникова, Нюксинский район входит в число лидеров по расходам на содержание органов самоуправления. Кроме того, по итогам проекта команды губернатора, ваша оценка глава муниципалитета Виктор Локтев получил от населения один из самых низких баллов. Сегодня, после серьезного разговора с губернатором, глава Нюксинского района написал заявление об отставке. Другим темам. Два человека оказались сегодня днем под колесами автомобилей в разных районах Череповца. Всего с начала года зарегистрировано 19 таких аварий, в которых погибли два человека и еще 18 ранены. ГИБДД Череповца бьет тревогу. В городе стартовала акция «Пешеходный переход» и «Пешеход». При движении мы вам рекомендуем, как водителю, добавлять скорость вплоть до полной остановки транспортного средства. Если пешеход вступил на проезжую часть, независимо с какой полосы, с какой стороны он начинает переходить дорогу, вы обязаны предоставить ему преимущество движения. Такие пятиминутные уроки сейчас проводятся на улицах Череповца. По словам инспекторов ГИБДД, они жизненно необходимы. Сегодняшнее утро этому подтверждение. На Советском проспекте машина сбила женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель-мужчина, 70-го года рождения, управляя автомашиной «Киорио», совершил наезд на пешехода женщину, 64-го года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая с диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы, доставлена в Вологодскую областную больницу номер 2. Не прошло и часа, как на улице Беляева Лада Приора сбила женщину на пешеходном переходе. Женщина доставлена в больницу с множественными ушибами и сотрясением мозга. По словам инспекторов ГИБДД, причина таких ДТП – невнимательность пешеходов и водителей, а также разговоры по мобильному телефону во время движения. Осложняет обстановку весеннее солнце, которое ослепит глаза. Поэтому до конца марта специалисты ГИБДД будут дежурить на самых опасных участках города, разговаривать с горожанами, учить их осторожно ездить и правильно переходить дорогу. Не перестают пить за рулем. Каждые выходные в рейдах сотрудники ГИБДД отстраняют от руля более 30 нетрезвых водителей. Как поясняют инспекторы, все эти нарушители – потенциальные убийцы за рулем. В субботу и воскресенье в городе проходили массовые проверки транспорта. В одном из рейдов присутствовала и наша съемочная группа. Отчет об увиденном прямо сейчас. Пьяный дебош в Ивачевском гаражном кооперативе. Участники еще и на машине катаются. Такое сообщение поступило на пульт полицейским от бдительных сторожей. Туда направились наряды ППС и ДПС. Оказалось, шумили двое – отец и его уже достаточно взрослый сын. Младший признается. Дома отмечали день рождения, пили вино, водку. И вдруг что-то в гараже потянуло. Пили. Пили. Многое. За руль не садились. За руль не садились? Да. Машина чья? Отца. Отца. Отца уже увезли. В автошколе учился, но права так и не получил, говорит водитель. Держать вулкотестер мужчина отказался. Его оформили, машину забрали. А далее в городе, на улице Горького, сотрудники отряда вневедомственной охраны задержали автомобиль. На него была ориентировка. Машина отъехала от кафе, предположительно водительный тресв, а пассажир стрелял из пистолета. Были отработанные районы, и Комсомольская 39, мы зафиксировали эту машину. После движения мы ее остановили и досмотрели машину, обнаружили пистолет плиматический, и водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. С водителем и пассажиром разбирались уже два наряда – АВО и ДПС. Инспекторы ГИБДД интересуются у человека, который сидел за рулем. Что пили? Да, две стопочки. Водочки. Мартини, мартини. И все, пахнет от вас хорошо. Но потом я все равно сок пью, сок только пью. Да, давайте. И все. Кстати, водитель не является владельцем машины. Ее хозяин как раз пассажир, поэтому водителя очень удивил тот факт, что автомобиль заберет эвакуатор. Логика, владелец ведь не сидел за рулем. Он на Куралесе, он сидел вообще справа, он же не за рулем сидел. Смотрите, он... Зачем стрелять было, спрашивают полицейские. Но на этот вопрос задержанные ответить внятно не смогли. Обоих доставили в отделы полиции. Как выяснилось, водитель уже лишен прав, поэтому к нему применили административный арест. А стрелявший друг получил штраф. В этом рейде дорожные полицейские провели две массовых проверки. Водители реагировали спокойно. Охота на пьяных – это как раз тот случай, когда автолюбители полностью солидарны с сотрудниками ГИБДД. И никто не спорит, таких надо убирать с дороги. Причем череповчане активно помогают инспекторам. Сообщают дежурную часть, если видят пьяных. Всего в эту ночь инспекторы ГИБДД задержали восемь пьяных водителей. Одного из таких злостных нарушителей выявили на трассе. На автодороге ЧПС Сергеев Посад задержан пьяный водитель, который ездил по деревне, а потом поехал в палатку за спиртными напитками, выехал на автодорогу Сергеев Посад. Вот выехал бы, если бы инспекторов не было, выехал на встречную полосу. Все, что угодно может произойти, примеров очень масса. Все водители уверены, когда сотрудник ДПС останавливает, водитель пьяный уверен, что да, вот он управляет, ничего не совершает. Но у нас есть обратные примеры. Вот взять 2 января, да, на автодороге ЧПС Белозерск три человека погибло. С начала года по вине пьяных водителей произошло 4 ДТП, в которых погибли 3 человека. Рейды и массовые проверки будут продолжаться в Череповце регулярно. А за эти выходные инспекторы задержали 20 нетрезвых водителей. Состояние дорог в последнее время вызывает много нареканий. Сегодня о деятельности, а точнее видимом, бездействии дорожных служб высказался и глава региона, причем довольно резко. Олег Кувшинников поручил главам всех муниципалитетов немедленно взяться за решение проблемы. В таком случае, что все просто не могут выйти из зимней спячки. Количество обращений в онлайн-приемную губернатора просто зашкалило. Уже читать тошно. Люди ездят, как после бомбежки. Народ пожалеете, уважаемые коллеги. Немедленно бросить всю технику на ямочный ремонт. Залатать дыры после зимы. Вопрос глава региона взял под личный контроль. К следующему оперативному совещанию Департамент дорожного хозяйства должен подготовить отчет, в каком муниципалитете больше всего обращений. Судя по состоянию дорог в областной столице, Волга тоже могла бы войти в этот антирейтинг. Состояние проезжей части даже на основных улицах уже давно не выдерживает никакой критики со стороны автомобилистов. В то же время городские чиновники заявляют, что делают все возможное, чтобы восстановительные работы шли быстрее. Этому будет способствовать открытию асфальтовых заводов. Если позволит погода, это произойдет уже в этом месяце. Череповец от областной столицы также не отстает. Новое отключение тепла и горячей воды в мае ожидают череповчан. В городе участились случаи прорыва теплосетей. На прошлой неделе специалисты ликвидировали сразу три утечки. Одна из них произошла в ностях Водоканала, две других – в ностях Газпромтеплоэнерго Вологда. На закрытом совещании в городской администрации чиновники встретились со специалистами Газпромтеплоэнерго Вологда. В этом участники встречи выясняли, почему аварийные отключения стали более масштабными. Страдают жители сотен домов. В результате было принято решение о замене 200 погонных метров теплосетей в районе перекрестка улиц Ломаносова-Ленина. Работы начнутся в мае и закончатся в июне, рассказал заместитель мэра Василий Семичев. В это время пройдут кратковременные ограничения водоснабжения в домах индустриального района. С 2003 года газовики выясняют отношения с дачниками из товарищества ЧМХС. Нумер 8. Причиной стали садовые домики, которые находятся в опасной близости к газовой трубе. Требование в исковом заявлении обязать владельцев снести постройки ради их же безопасности. Ответчики же расстаться со своими владениями не согласны. За развитием этого сериала городские СМИ следили на протяжении нескольких лет. В 2009 году в решении вопроса вмешались областные власти и компромисс вроде был достигнут. Но в редакцию «Голоса» обратилась череповчанка, которую суд обязал снести дачный дом. Все подробности читайте в свежем номере газеты «Голос Череповца». Бюрократия остановила БТР планы на появление в Череповце музея военной техники. К 70-летию победы оказались под угрозой срыва. Министерство обороны тянет с принятием решений. Сегодня в мэрии заявили, что со стороны города сделано все возможное. Крупные предприятия проспонсировали покупку машин и орудий, готовы начать работу строителей. Суждено ли сбиться планом реконструкции, узнавал Павел Иван Бурыкин. Много лет подряд Анастасия Васильевна гуляет в Парке Победы каждый день. Сегодня с подругой. Помнит, когда эти деревья были маленькими. Говорит, что раньше парк был куда приятнее. Хотя сейчас изменения к лучшему есть. Ой, медленно. Вот сделали лыжню. Хорошо все. И мы хоть походим по этой лыжне. А то для нас и для пенсионеров гулять нельзя. Нужно обязательно скамеечек наставить. А то мы ходим, ходим, устанем и посидеть нельзя. До юбилейного 70-го дня Победы осталось чуть больше полутора месяцев. И у городских властей появился повод всерьез заняться одноименным парком Победы. Установить не только скамейки и оборудовать дорожки. Построить целый музей под открытым небом. С настоящей военной техникой. На реконструкцию выделено 14 миллионов рублей. Планов громадье. И к празднику, говорят специалисты, всего не успеть. То, что успеем сделать до 9 мая, сделаем, конечно. Но в полном объеме работы будет 9 мая не закончить. Будет выполнен только первый этап. То есть планируется вообще всего. Планируется стоимость этих работ порядка 14 миллионов рублей. Значит, установка ограждений, дорожки, установка военной техники. Гаубица и зенитка уже несколько месяцев ждут переезда у спасательной станции. Остальная техника, танк и БМП, ждет окончания бюрократических проволочек. Крупные предприятия проспонсировали покупку. Город подал заявку еще полгода назад. Но успеют ли к празднику, неизвестно. На сегодняшний день положительный вопрос решен в Министерстве обороны. И в данный момент, на сегодняшний день, мы практически в еженедельном режиме, иногда не по разу, работаем с Министерством обороны. Так вот, на сегодняшний день готов приказ. Он находится на согласовании в главном бронетанском управлении. Как только он будет подписан, эта техника будет демилитаризирована. И мы планируем 9 мая ее все-таки доставить сюда. Это очень серьезные организационные затраты, потому что это тяжелая техника. Доставлять мы ее планируем в город Буйко, Страмской области. То есть мы представляем, как мы это сделаем. Но вся задержка в том, чтобы пока не появился приказ. Состояние парка сейчас идеальным трудно назвать. Вокруг лежит мусор. Он исчезнет отсюда во время традиционного апрельского субботника, на котором, как обычно, ждут всех желающих горожан. Ну а прямо сейчас городские власти заняты старой проблемой парка Победы. Это деревья, которые высохли и больны. В этом году парк Победы вместо тропинок пересекут дорожки. До 9 мая насыпные. После праздника их выложат плиткой. На входе у Воскресенского собора сделают арку. На площадку поставят военную технику. После 9 мая дальнейшее развитие парка в руках горожан. Сейчас готовится концепция, которую ждет большое общественное обсуждение. Реконструкция продолжится в следующем году. Пока же работы только начались. У нас есть еще новости о них во второй части выпуска. Смотрите далее после рекламы. Рыба дороже жизни и, не надеясь на здравый смысл, любители рыбной ловли, спасатели сегодня отрабатывали навыки спасения утопающих, а еще испытывали новую технику. Четыре судебных иска с начала 2015 года заявила Череповецкая природоохранная прокуратура. Все они касаются сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. Как на новом месте освоилась новая природа охраны, прокурор Ирина Богданова расскажем на Первом городском. Меньше волноваться и не заниматься фитнесом. Такие рекомендации дают сегодня врачи метеозависимым людям. По прогнозам синоптиков, атмосферное давление в эти дни в Центральной России и на Северо-Западе достигает пиковых значений. Итак, об этом и многом другом сразу после рекламы. Не меняйте канал. Распродажа меда. То, что надо. Вы привыкли к превосходству лучшего. Вы признаете только плюсы. Именно вам магазин «Сантехника Плюс» на Любецкой 38 предлагает скидку 15% на комплексную покупку. «Сантехника» с плюсом. Цены с минусом. Новая стоматология. Доброжелательная обстановка, индивидуальный подход. Новая стоматология. Все дело в улыбке. Проспект Победы 95, телефон 520832. Приглашаю вас в отделы женской одежды «Лина». Ждем вас в новый отдел на Победы 35, Пионерская 16, ТЦ «Квадрат», Гугли 19, ТЦ «Стиль». Правильно приготовленная обувь – это разнообразие декора, первоклассная фурнитура и качественное исполнение каблуков. Попробуйте настоящую обувь «Бел Вест». Вкусные скидки на новую коллекцию. Открытие нового бетонного завода. Выгодная цена за кубический метр. Звоните по телефону в Череповце 64 24 24. Проверить состояние своего здоровья вы можете в Центре МРТ-диагностики ЛДЦ «МИПС» по адресу Комсомольская, 45. Ранняя диагностика – залог успешного лечения. Запись по телефону 50 14 14 50 04 05. Не дают кредит. Я же говорила, про бизнес идти надо. А мы даем кредиты. Про бизнес банк. 67 50 50. Где пройти проктологическое обследование и эффективно решить проблему. Приходите. Как правило, процедура безболезненная. Пациенты уходят с уходом. Хирургический медицинский центр «Гиппократ». 624 002. Театр музыки, света и воды представляет. Шоу «Золото инков». 22 марта. СКЗ «Алмаз». Успей купить билет. Все для водоснабжения и отопления вы найдете в магазине H2O. Насосы, котлы, водонагреватели, смесители, трубы и многое другое. В честь праздников весь март подарки всем покупателям. H2O. Подробности «Череповец». Победы 93Б. Ура! Каникулы! Театр музыки, света и воды представляет. Шоу «Золото инков». 22 марта. СКЗ «Алмаз». Успей купить билет. Приглашаем на выставку продажу женских пальто премиум-класса производства город Санкт-Петербург с 11 по 19 марта. ДК «Строителей», площадь «Строителей». Аквапарк «Радужный», целое море развлечений. Горки, джакузи, бассейны. Открыт набор на занятия по аква-аэробике. Приходи с друзьями и родными. Хорошее настроение и бодрость духа гарантированы. Окунись в радугу ярких эмоций. Череповец «Шекснинский-4». Приглашаем на выставку продажу женских пальто премиум-класса производства город Санкт-Петербург с 11 по 19 марта. ДК «Строителей», площадь «Строителей». Весна идет, цены тают. Только сейчас в салонах хорошие двери скидки до 25%. Сеть салонов «Хорошие двери». Инвестстройзаказчик. Долевое строительство квартир на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка до ввода объекта. Индивидуальный подход каждому дольщику. Подробности по телефону 24-78-15, Первомайская, 45. Как дома дела? Дома хорошо. Дома все по-моему. Мой дом – продолжение меня самой. А за идеями, как сделать мой дом еще уютней, я иду в гипермаркет мебели и товаров для дома «Аксон». В «Аксоне» уютно, как дома. Заходите в гости. Это новости на Первом городском. Мы продолжаем. Рыба дороже жизни. Несмотря на запрет выхода на лед, десятки рыбаков отправляются на реку. Опасные промойны растут день от дня. Сильные спасатели предупреждают. Рыбалка на «Шексне» уже опасна для жизни. Не надеясь на здравый смысл любителей рыбной ловли, специалисты сегодня отрабатывали навыки спасения утопающих. А еще испытывали новую технику. На тонком льдушке «Сны» очевидцы заметили мужчину, который не может выбраться на берег. Спасатели из дежурки в полной выкладке несутся на помощь. Учения идут в условиях, приближенных к боевым. В случае реальной опасности каждые секунды на счету. В помощь суды на воздушной подушке. С суши без остановки мчатся по воде, а потом по тончайшему льду. Прямо к пострадавшему. Чтобы управлять таким специальным средством передвижения, навыки тоже нужны особенные. Все-таки ее несет. Она же на воздухе идет-то. Нет такого сцепления сильного. На лед выходишь, ее сносит. Но может дальше катиться еще идти. Хотя газ скидываешь, но все равно дальше идет. С такой техникой шансы быть спасенными у рыбаков повышаются. Да и работа специалистов становится менее опасной. На учениях все прошло как по маслу. В роли пострадавших сегодня были не только профессионалы, но и студенты. Этим летом, как и в прошлом, они планируют работать спасателями. Учение – еще один способ подготовки. В том числе и психологический. Люди в экстремальных ситуациях зачастую ведут себя неадекватно. Утаскивают спасителей на глубину. Если человек совершенно не знает правила безопасности банальных, то он, скорее всего, запаникует и уже сложно будет его даже спасать. Поэтому нас учат специально взаимодействовать с утопающими, чтобы максимально обезопасить не только их, но и себя. Формальный запрет выхода на лед вступил в силу 8 марта. Специалисту предупреждают о смертельной опасности. При этом рыбаки с олимпийским спокойствием наблюдали за ходом учений, расположившись на реке. Весной лед очень хрупкий. И так что надо смотреть самим по обстановке. Вот рыбаки сидят, пытаемся их, как говорится, гонять. Но все равно выходят. На Ягробе у нас в последний раз было 20, чуть поменьше сантиметров. Еще уходят, лед еще стоит. Но так же будем патрулировать совместно с УВД, с ГИМС и наблюдать за обстановкой. За последнюю неделю несколько рыбаков уже провалились под лед. Их удалось спасти, в том числе и благодаря судну на воздушной подушке. И если не получится перевоспитать упрямых рыбаков, их удастся вовремя вытащить из воды. И может быть, эта весна обойдется без трагедий. Ну, другим темам губернатор Олег Кувшенников представил нового главного федерального инспектора Павлогодской области. Распоряжением полномоченного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе на эту должность назначен Виктор Мирошников. Работа федерального инспектора, как отметил губернатор, направлена на сохранение социальной стабильности. Именно он контролирует, как органы государственной власти и местного самоуправления реализуют основные направления внутренней и внешней политики государства. Виктор Мирошников сменил на посту главного федерального инспектора Сергея Пастухова, который в середине февраля стал советником губернатора на общественных началах. Виктор Николаевич окончил Вольское высшее военное училище в Саратовской области, где получил специальность инженера-экономиста. После был направлен на службу в Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. В 90-х годах прошел путь от оперуполномоченного ОБХСС до заместителя начальника областного УМВД. С июня 2014 года работал в аппарате федерального инспектора. Глава региона поздравил Виктора Мирошникова с назначением и пожелал успехов в новой должности. Четыре иска в суд подала Череповецкая природоохранная прокуратура с начала 2015 года. Исковые заявления касаются сброса неочищенных сточных вод и качества питьевого водоснабжения ближайших к череповцу районов Вологодской области. О том, как нужно охранять наше водное богатство в преддверии Всемирного дня водных ресурсов нашему корреспонденту, сегодня рассказал исполняющий обязанности природоохранного прокурора Ирина Бородина. Подробности далее. Двух месяцев не прошло, как Череповецкую природоохранную прокуратуру возглавил новый руководитель. Однако разобраться, что к чему Ирина Бородина уже успела. Охрана водных объектов, воздуха, лесов и работа с отходами. Приоритетное направление работы. И в преддверии Всемирного дня водных ресурсов Ирина Бородина предложила поговорить о воде. С начала 2015 года нами было заявлено 4 иска. Из них один касался непосредственно сброса сточных вод. И там предприятие, спецгидросервис, нами обязывается получить нормативы допустимых сбросов и разрешение на сброс. Еще два иска в отношении кадуйских приставов. Они необоснованно завершили производство по предприятиям-нарушителям. Также на контроле у прокуратуры, пожалуй, самый злостный нарушитель последних лет – свиноводческое предприятие «Зао Ботово». Эту дурно пахнущую историю мы неоднократно рассказывали в новостях. На данный момент принимается решение о возбуждении уголовного дела. Это что касается сбросов сточных вод. Питьевое водоснабжение тоже на контроле у специалистов. По череповцу ситуация в норме, отметила руководитель ведомства. Однако в близлежащих районах водоснабжающим предприятиям нужно скорее подумать о новом оборудовании. И это только лишь верхушка айсберга проблем, стоящих перед природоохранным ведомством. Лед скрывается, солнце припекает. И у тех, кто природу охраняет, появляется еще одна большая проблема. Лесные пожары. Массовые шашлыки в лесу, речки. Одним словом, на природе не за горами. Пока запрета официального на посещение лесов нет, однако по опыту прошлых лет, скорее всего, его ведут к середине апреля. Но, судя по погоде, это случится раньше. Об охране лесов и многом другом исполняющий обязанности природы охранного прокурора расскажет подробнее на нашем канале в четверг. Ирина Бородина станет гостем программы «Перекресток». Успеть до 1 апреля. Срок подачи заявок в проект «Народный бюджет» продлен. Но у череповчан еще есть возможность подумать, как распорядиться семью миллионами рублей из городской казны. Как это сделать, сегодня нам рассказали в мэрии. Самые яркие, самые необходимые вещи, которые нужны именно жителям. То есть не власть сверху указывает, что нужно делать, а сами жители предлагают свои услуги для того, чтобы посредством городского бюджета могли построить детскую площадку, маленький какой-то пришкольный стадиончик и очень-очень многое другое. На сегодня в проект поступило 20 заявок, и это очень мало, отмечают городские власти. По словам специалистов, такая ситуация возникла впервые. В прошлые годы количество заявок на начальных этапах достигало 300. От участников проекта будет зависеть решение о распределении казенных средств. Подать заявку на участие в народном бюджете может любой череповчанин старше 18 лет, кроме муниципальных служащих и депутатов Гордумы. Заявки можно подать несколькими способами – лично в мэрии, по факсу, по электронной почте или на официальной странице группы «Народный бюджет» ВКонтакте. Добавлю, что народный бюджет реализуют в Череповце третий год подряд. В этом году на эти цели выделено 7 миллионов рублей. В прошлом году в рамках народного бюджета провели реконструкцию сквери чернобыльцев на Парковой и оборудовали спортивные площадки в разных районах города. Памятник Вологжанам, погибшим в Сталинградской битве, установят на Мамаевом кургане к 10 апреля. Об этом заявили в правительстве области. В церемонии открытия примут участие ветераны, вологодские поисковики и активисты общественных организаций. Мы с вами проговорили на прошлой неделе все необходимые источники финансирования, проговорили с вами схему реализации этого проекта, изготовления проекта. Могу вам сказать, что в середине прошлой недели к нам обратилось непосредственно правительство Волгоградской области для организации уже мероприятий по установке памятника и торжественному его открытию. Идея возведения такого памятника к 70-летию Победы возникла у Вологодского объединения поисковиков в минувшем году. Инициативу поддержал губернатор области Олег Кувшинников, а к сбору денег на строительство и установку монумента подключились тысячи вологжан. По проекту он будет состоять из двух плит. Одна символизирует штык, на второй вырезана звезда – символ Красной Армии. Напомним, в сражении под Сталинградом погибло почти три тысячи вологжан. Имя каждого нашего земляка высечено на стене памяти на Мамаевом кургане. Хоккейный сезон для череповецких болельщиков продолжается. Молодежная команда «Алмаз» уже в одном шаге от выхода в четвертьфинал Кубка Харламова. В двух первых матчах одной восьмой финала череповчане обыграли подмосковных атлантов. Особенно Симхэл – высокое место в турнирной таблице по итогам первого этапа – не означает статус фаворитов в плей-офф даже на ранних стадиях. В результате восьмая команда по итогам регулярного чемпионата «Алмаз» благодаря мощному кадровому усилению из рюдов Северстали выглядит, занявшим второе место подмосковными «Атлантами» как минимум на равных. А дома так и вовсе череповчане имеют все основания играть с позицией силы. И первый матч «Алмаз» выиграл уверенно и подтвердил статус самой забивающей команды плей-офф. Итог встречи 5-1, при том, что ударное звено забросило всего одну шайбу. Настраивались на «Атлантов», смотрели, как они играют, готовились. И у нас все получилось сегодня. Несмотря на то, что пускай они в начале игры имели не нашу перевеску, сумели преломить игру и выиграть. А вот вторая игра получилась иной. «Атлант» лучше использовал свои моменты и был близок к победе. Практически на протяжении полутора периодов гости вели в счете, но преимущество не удержали. Сказали свое слово лидеры «Алмаза». За три с половиной минуты до финала «Силены» Павел Бучневич в большинстве отправил шайбу ворота соперника. 3-3. А в овертайме, примерно с той же позиции, Бучневич забросил уже победную шайбу. 4-3 в матче и 2-0 в серии. Дневная, может, игра сказалась на нас. Все время уже вечером играем, непривычным. Ну, по сути, в равных условиях, может, недонастроились где-то, где-то соперник более хотел. Ну, хорошо, что так сложилось. По-другому нам и нельзя, потому что в «Матищах» будет очень сложно выигрывать. Мы ставили цель здесь сыграть как можно успешнее дома, чтобы на что-то надеяться по выходу в следующий раунд. На этой стадии плей-офф серия длится до трех побед одной из команд. Все оставшиеся матчи серии пройдут в «Матищах». Первая игра состоится уже во вторник, 17 марта. Для выхода в четверть финал «Алмазу» нужно выиграть еще один раз. Последние меньше волноваться и не заниматься фитнесом. Такие рекомендации дают сегодня врачи метеозависимым людям. По прогнозам синоптиков, атмосферное давление в эти дни в Центральной России и на Северо-Западе достигнет пиковых значений. Москва уже побила очередной рекорд. Сегодня в российской столице было зафиксировано атмосферное давление 771 мм ртутного столба. Такого высокого показателя не регистрировалось с 1986 года. Что касается Вологодчины, то завтра синоптики обещают нам 773 мм. В целом же температура воздуха в ближайшие несколько дней будет на нескольких градусов выше нормы. Днем воздух прогреется до плюс 9. При этом будет солнечно и без осадков. Сразу после прогноза погоды премьера на Первом городском всемогущие Джонсоны. С виду они обычные люди, но на самом деле это скандинавские боги, которым нужно вернуть свое могущество. У меня к этому часу все. Рассказ о главных городских событиях завтра. Субтитры делал DimaTorzok